Всем привет, ребят! Давно уже напрашивался этот ролик. Сегодня поговорим о том, за что Sony банит как консоли, так и аккаунты, какие бывают виды банов, да и вообще, что делать, если бан уже прилетел. Погнали! Для начала давайте разберемся, что такое бан вообще в контексте PlayStation. А то часть людей считает, что бан консоли — это когда Sony блокирует приставку удаленно и всё, её нельзя даже включить. Скажу сразу, это далеко не так. Sony блокирует лишь доступ к сетевым функциям, доступ к PlayStation Store и доступ к игре онлайн. Простыми словами, на заблокированной приставке нельзя поиграть с друзьями онлайн и нельзя купить игрушку в PlayStation Store, даже демку скачать нельзя. Но поиграть с дисков на ней по-прежнему можно. Но Sony банит не только консоли, но и аккаунты. Поэтому сразу поговорим про типы банов, затем уже перейдем к видам. Типы банов. Бан консоли, бан аккаунта. Думаю, понятно, чем они отличаются, но на всякий случай напомню, мало ли. Бан консоли — это когда заблокирован доступ всем пользователям на этой приставке к сетевым функциям. Всё, конец, им уже доступ закрыт на этой приставке. Бан аккаунта — это когда конкретному аккаунту, конкретному пользователю заблокирован доступ к сетевым функциям, независимо на какой консоли он попытается ими воспользоваться. Думаю, здесь всё предельно просто и понятно. Что касается видов бана. Выделяют временный, даётся на какой-то определённый период времени и, как правило, даётся за какую-то небольшую провинность, того он и временный. А также выделяют перманентный и бессрочный. Причём последнее, перманентный и бессрочный, это условно придумано самими людьми. Sony не пишет вам на почту «Поздравляем у вас бессрочный бан» или «Поздравляем у вас перманентный бан». Разница в том, что бессрочный, в принципе, ещё можно обжаловать. И Sony вам вернёт доступ к аккаунту или доступ к вашей консоли к сетевым функциям. Перманентный — уже всё, конец, никакому обжалованию не подлежит. Теперь поговорим о том, за что даётся тот или иной бан. Временный бан, как правило, даётся на аккаунт и, как правило, причиной временного бана является нелицеприятное или нецензурное высказывание в адрес того или иного человека или компании или даже разработчика или платформы. Например, вы написали на кого-то какую-то неприятную вещь, человек пожаловался и Sony может вам за это выдать бан. Причём не обязательно использовать маты. Достаточно использовать, как выражается Sony, язык ненависти. Если человек пожалуется, Sony посчитает, что да, вы были неправы, вы можете получить за это блокировку вашего аккаунта на время. И даже если вы написали на Sony саму, что она неправа, то тоже можете получить бан или на разработчика, или на компанию, на что угодно. Короче, нельзя использовать в сети язык ненависти вообще. Если наберётся достаточное количество людей, которые на вас пожалуются, то у Sony уже будет повод вас заблокировать. Поэтому первая причина временного бана — это, как правило, какие-то нелицеприятные или нецензурные высказывания. И ещё временную блокировку можно получить за использование такого хитрого устройства, как Лаксвич. Это такая штука, которая создаёт задержки при игре онлайн. И данные с вашей консоли отправляются с опозданием. Ввиду чего для других игроков в сети вы перемещаетесь рывками, а они для вас по-прежнему остаются лёгкой мишенью. Плюс временный бан можно получить за рассылку спама, использование какого-то неприятного ника, слив данных личных своих или чужих, или даже если вы просто будете кого-то доставать в сети, и этот человек на вас пожалуется. Самыми простыми словами. Временную блокировку дают за нарушения, которые не несут для Sony финансовых потерь, но могут умешать комфортной игре другим геймерам. Но временная блокировка это мелочи жизни, по сравнению с постоянной или бессрочной, так как их дают не только на аккаунт, но и на консоль. И как можно было уже догадаться, такие виды бана раздают за какие-то нарушения, которые могут понести или несут финансовые потери или Sony, или другим игрокам. Если манипуляции были на аккаунте, блокируют аккаунт. Если манипуляции на консоли, то банят саму консоль. Самая частая причина такого бана, бессрочного или перманентного, это, конечно, покупка и использование ворованного аккаунта. Поэтому, ребят, я всегда говорю, что если и покупаете игру аккаунтом, то ищите как можно более проверенного продавца и смотрите в оба, потому что сейчас такого очень много. И если аккаунт окажется ворованным, и человек, которого украли этот аккаунт, пожалуется, то бан не заставит себя долго ждать. Причем разница между перманентным и бессрочным зависит от того, насколько сильно вы насолили Sony. Если, допустим, вы использовали аккаунт один раз, ворованный по своему незнанию, и там была только одна игра, то, конечно, скорее всего, вам дают бессрочный бан. Если вы вместите ущерб и человеку, или их Sony, то вам, скорее всего, это простят. Если вы используете такое много раз, то, скорее всего, вас забанят сразу перманентно и без обжалования. Короче, вердикт и конец вам, все. Следующая причина, из-за которой можно получить серьезный бан, это покупка сворованных банковских карт. И здесь есть нюанс. Неважно, вы стащили карточку и напокупали игр, или кто-то свящил карточку, напокупал с нее игрушек на какой-то левый аккаунт и продал его вам. Если он используется на вашей консоли, то можно получить бан и консоли, но аккаунт, ясное дело, что сблокирует сразу. Как только человек, у кого карточку стащили, пожалуется в банк, а банк обратится в Sony. Так что будьте внимательны, не покупайте аккаунты, на которых куча игр и очень приятная цена. Скорее всего, он куплен или на деньги какие-то стащенные, или просто ворованный аккаунт. Так что, ребят, будьте с аккаунтами как можно более внимательны. Следующая вещь, из-за которой прилетает постоянный или бессрочный бан, это попытка взлома и взлом ПО консоли. С одной стороны, можно сказать, я же купил приставку, если я взломаю ее ПО, то что тут такого? Сони-то не несет никаких финансовых потерь, но вы это взламываете ПО, чтобы получить доступ к пиратским играм, чтобы поиграть на шаров. И, разумеется, Sony против этого. Поэтому, если у вас прошивка 5.05 и ниже, и вы ее взламывали, обязательно при переходе на последнюю официальную прошивку очистите всю историю. Лучше сделайте полную инициализацию консоли, так вы бережете ее от бана, потому что какие-то следы взлома доостаются, и Sony может просечь и вас забанить. Надеюсь, поняли мою идею. Как понять, какой бан прилетел? Да все предельно просто. Пробиваем код в интернете, который высвечивается на экране. Пора бывает, что просто PSN лежит, а люди думают, что все, караул, бан. Но если реально бан, то есть два варианта. Первый вариант это временный бан. Просто ждем окончания срока и делаем выводы. Если бан постоянный, то уже остается только писать и звонить в Sony. Причем я рекомендовал бы быть предельно честным в службу поддержки. Если поймут, что вы их обманываете, пытаетесь обмануть, то уже ничего не подпишешь. Бан будет навсегда. Вообще рекомендуют быть по жизни честным со всеми и всегда. Так живется, говорят, легче. И на этом я и буду с вами сегодня прощаться. Спасибо всем за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах. Давайте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»